Акимобласть Кумар Аксакалов ознакомился с работой конезавода «Казахтулпары». Данное мероприятие занимается разведением лошадей местной породы, что в последние годы была под угрозой исчезновения. В ходе визита глава региона ознакомился с текущими проблемами объекта и поставил ряд задач по развитию завода. Подробности у Анны Пимичевой. Сегодня на конезаводе «Казахтулпары» работают 28 человек, среди которых конюхи, тренеры, жокеи, зоотехники, селекционеры и другие специалисты. На заводе с историей были разные времена, но люди, что трудятся здесь не одно десятилетие, всегда были верны своей работе. Захватывающие соревнования, что продолжают проводить здесь, и триумфальные победы скакунов всегда привлекали внимание. «Казахтулпары» находится 93 головы. Из 93 головы у нас находят два жеребца-производителя, 34 конематки. И всех возрастов выходит, там сколько у нас, 36 и 93, ну 20 кобылок, всяких всех возрастов и 20 жеребчиков, это 70, и этого года 20 жеребят мы получили. «В 2021 году у меня оставалось всего 4 конематки. У нас была болезнь инан, и 21 конематка у меня ушла. На данный момент у меня уже 34 конематки. Мы возрождаем потихоньку, да, нарастает у нас поголовье». С работой конезавода сегодня ознакомился глава региона. Акему области докладывают о реальном положении дел. Ввиду финансовой задолженности предприятие сегодня работает не в полную мощь. Помочь исправить ситуацию в корне готового государства. «Субсидируется будет работа научная, исследовательская, селекционная работа, правильно же. Вот теперь мы должны будем здесь все отремонтировать. Передадите, возможно, нам, конюшни. Мы с областного бюджета отремонтируем, приведем всю эту территорию в порядок. Так, вы будете получить финансирование с республики на селекционную работу. А мы начнем, давайте приведем в порядок, обратно потом вернем вам». После Кумару Аксакалову продемонстрировали племенное поголовье, а также скаковых лошадей, которые принимают участие в различных забегах. «Устнайская порода – это одна единственная верхоупряжная порода лошадей именно в республике. Основные особенности – это рыжая масть, белые ножки и залысина белая». Чтобы сохранить и приумножить поголовье, предстоит провести немалый объем работы. Все это планируют проводить в рамках проекта и нового закона, что накануне подписал глава государства. Анель Пимичева, Диарах Митчин, Телеканал, Костанай.